Слишком широко. Нет, ему удалось. Посмотрите, он на втором месте. Кускарт разбил свой Макларен. Беллис Кускарт разбил свой Макларен. Вылетрай, пошел на героинь. Масло выздавал. Село. Масло выздавал. Оливье по низу. Сзади в них кто-то взял. Ой-ой-ой-ой-ой. Одна из Минарди очень сильно повреждена. Оливье невероятно. Невероятно. Я думаю, машин 12 пострадал в этом происшествии. Всем привет, дорогие друзья, с вами Станиславский. Я продолжаю делать ролики о самых необычных гонках в Формуле-1. И на этот раз речь пойдет о гран-при Бельгии 98-го года, во время которого произошло сразу три эпизода, навсегда оставивших свой след в истории королевы автоспорта. Сегодня вы узнаете, к чему может привести старт в сильно дождевых условиях. Возможно ли, управляя болидом на трех колесах, проехать больше половины круга, чтобы добраться до боксов и устроить разборки со своим обидчиком? И как команда Джордан завоевала единственный дубль в своей истории? СПА Франкаршам одинаково любима как гонщиками, так и зрителями. Первыми – за то, что это настоящая пилотажная трасса, пусть и одна из самых сложных в мире, ну а вторыми – за ее зрелищные и непредсказуемые гонки. Увы, нередко заезды сопровождаются авариями, причем иногда достаточно серьезными. Например, страшнейший вылет в красной воде Жака Вильнева в 99-м, ужасный инцидент Алекса Занарди в 93-м и, к огромному сожалению, смертельная авария пилота Формулы-2 Антуана Юбера, произошедшая в прошлом году. Споры о излишней безопасности в современных гонках являются одними из самых жарких среди болельщиков. Многие обвиняют ФИА в том, что она превратила заезды в покатушки для детей, почему-то забывая об эпизодах прошлого, которые чудом обошлись без жертв и должны стать лишь уроком для будущих поколений. Одним из таких является массовый завал на СПА Франкаршам в 98-м году, который и стал отправной точкой того скандального уикенда. В том сезоне Гран-при Бельгии шел 13-м по счету и в полной мере оправдал свое несчастливое число. Дождь, нещадно поливавший трассу с самого утра и лишь усилившийся к моменту старта, превратил начало Бельгийского Гран-при в настоящий кошмар. Накануне в субботу Пол Позишн уверенно выиграл лидер чемпионата Мика Хаккинин, шедший в том году к своему первому чемпионскому титулу. А рядом с Финном на старте расположился его партнер по Макларен Дэвид Кулхарт. Подопечные Рона Денниса привезли всем остальным целую секунду, причем лучшим среди этих остальных оказался чемпион мира 96-го года Дэймон Хилд, который выступал в то время за команду Джордан и сумел опередить главного соперника Хаккинина в борьбе за титул Михаэля Шумахера. К началу прогревочного круга разразился такой дождь, что даже зрителям было трудно различить, чья машина находится в пелене брызг. Что уж было говорить о гонщиках. Обычно в таких ситуациях старт либо откладывается, либо первые круги проходят под машиной безопасности. Почему эта мера не была принята тогда в СПА, до сих пор остается неизвестным. Видимо, как раз таки сработали те стереотипы более напряженных и опасных гонок, о которых и говорят болельщики, следящие за F1 еще с тех времен. Но как бы то ни было, сейчас это уже история. 22 пилота, пройдя залитую дождем трассу, выстроились на стартовой решетке. Ну а дальше, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Инициатором этой аварии стал Дэвид Култхард, не заметивший в пелене брызг идущего рядом Эдди Ирвайна. После контакта их обоих отбросило в правую сторону трека и, ударившись об стену, их выбросило обратно на трассу, что и вызвало последующую цепную реакцию. Произойти это в конце пелетона, и все прошло бы с куда меньшими последствиями, но Эрвайн и Култхард шли на третьем и четвертых местах. Поэтому те, кто шел непосредственно за ними, еще успели проехать. А вот дальше началось невообразимое. В Макларен врезается Алекс Вурц, который в свою очередь выносит еще две машины. А в это же время чуть позади, поперек трассы, скользит разбитая Феррари, вызывая вторую волну столкновений. Все это происходит в считанные доли секунды, в условиях практически нулевой видимости. Да еще и на участке трассы, идущей под спуск. Пилоты, оказавшиеся в этом водовороте, просто ничего не могли сделать. Гонка тут же была остановлена, поскольку вся часть от первого поворота Ля Сурс и до красной воды оказалась усыпана обломками, отлетевшими колесами и остатками болидов. Лишь 9 машин сумело в относительно целом состоянии добраться до боксов, а остальные 13 оказались разбитыми. Просто чудо, что никто серьезно не пострадал в этом завале. Самое большее – это легкий ушиб руки Рубенса Баррикелла, вследствие чего он не вышел на повторный старт гонки, который, кстати, был дан только через час. Обе машины команд Arrows, Просто и Тирелл оказались разбитыми, и, конечно, восстановить их уже не представлялось возможным. Но в то время действовало правило одной запасной машины на гран-при, поэтому на повторный старт вышеперечисленные команды все-таки смогли выставить по одному своему пилоту. После такого, казалось, что удивить зрителей чем-то еще будет просто невозможно. Но дальнейшие события в гонке показали, что этот завал был только началом. Второй старт действительно прошел более спокойно, но без потерь все-таки не обошлось. На скользком асфальте Хаккинин не справился со своим Маклареном. Вполне возможно, что Финл слегка помог Михаэль, но как бы то ни было, на выходе из Лесурс болид лидера чемпионата мира развернула, а секунды спустя в него приехал Джонни Херберт. Естественно, Мико был вынужден прекратить борьбу и сойти с дистанции. На Рона Денниса было страшно смотреть. После старта его пилотов с первой линии, он явно не рассчитывал на то, что они будут замешаны в авариях на обоих стартах. Но затем произошел эпизод, который вернул ему улыбку. Лишившись своего главного соперника, Шумахер с легкостью разобрался с вырвавшимся в лидеры Хиллом и занял первую строчку. С каждым новым кругом он все больше и больше отрывался от Дэймона, а приближающаяся победа в купе со сходом Хаккинина впервые с начала сезона вывела бы немца в лидеры чемпионата. Единственный оставшийся Макларен никак не мог помочь своему партнеру по команде, ведь уже на первом круге после рестарта он откатился в конец Пелетона. Или же все-таки мог? На 26-м круге дистанции настал момент, когда Шумахер готовился опередить Дэвида на круг. Шотландец вроде бы был не против и едва завидев в зеркалах красный силуэт, поднял ногу с пидали газа. Да вот только сделал он это, оставшись на траектории. Михаэль такого подарка от Кулхарда не ожидал и из-за огромной разницы в скорости просто влетел в Макларен сзади. Михаэль Шумахер врезался в Кулхарда. Кулхард замедлился. Я еще только хотел сказать, вы не поверите. Посмотрите, как медленно едет Кулхард. И Михаэль Шумахер попробовал с липстримом его пройти. Он просто в шейфе брызг не увидел, что Кулхард затормозил. Не увидел, что Кулхард шел так медленно. И вы посмотрите, что произошло. У Кулхарда не хватает заднего спойлера. У Шумахера переднего спойлера, подвески и колеса. Гонка для Михаэля закончена. Михаэль не выиграет это гран-при. Потрясающе. Доковыляв на трех колесах до своих боксов, Шумахер выскочил из кокпита и в ярости устремился к гаражам Макларен. Остановить немца не смог даже Жан Тодд. Он расталкивал механиков, пытаясь добраться до Кулхарда, но те отлично держали оборону. Все это время Михаэль выкрикивал лишь одну фразу. «Ты пытался меня убить». Уже позже он признал, что это был единственный раз в его жизни, когда он полностью потерял над собой контроль. Конечно же, такое поведение было абсолютно неспортивным. Да и к тому же, люди напомнили Шумахеру о его эпизодах. Например, в Хересе 97-го. Или Аделаиде 94-го, когда уже он пытался откровенно выбить своих соперников. Но при этом ни Вильнёв, ни Хилл не бежали к нему с таким лицом после гонки. Данный эпизод позволил Хаккинину сохранить лидерство в чемпионате, что в свою очередь естественно вызвало кучу теорий заговора. Фанаты Феррари начали обвинять Дэвида в умышленном столкновении. Шотландец же все отрицал и говорил о том, что вина была обоюдной. А главная причина инцидента – обычное недопонимание. Через несколько лет в СМИ появилась новость с раскаянием Кулхарда в том, что авария была подстроена. Но она оказалась фейком. А буквально в прошлом году в подкасте для официального канала «Формула-1» он признался, что у них с Михаэлем состоялся личный разговор, в результате которого они пришли к компромиссу и стали хорошими друзьями. Об этом говорит и тот факт, что после возвращения Михаэля в «Ф1» они не раз были замечены вместе и никакого напряжения в их отношениях уже не было. Но вернемся обратно в Бельгию. После схода главных претендентов на победу, лидерами гонки стали два Джордана. На заключительном отрезке гран-при Ральш Шумахер был явно быстрее своего партнера по команде. Но Эдди Джордан так хотел заполучить этот дубль, что был вынужден воспользоваться командной тактикой и запретил даже близко приближаться к Хиллу. После долгих уговоров немец все-таки согласился. Хотя, конечно, первая победа в карьере не помешала бы молодому пилоту в самый разгар периода трансферов. Однако и умение подчиняться командным интересам – не самый последний аргумент для тим-менеджеров. В итоге Дэймон без особого труда довел гонку до логического завершения, выиграв свой последний гран-при в карьере. А кампанию пилотом Джордана на подиуме составил Жан Ализи, который, к слову, в тот уикенд в последний раз в своей карьере поднялся на подиум. Всего же до клетчатого флага, включая отставшего от победителя на пять кругов Кулхарда, в то дождливое воскресенье добрались лишь восемь пилотов. Обсуждения данной гонки продолжались еще несколько месяцев. Она надолго осталась в сердцах многих болельщиков и по сей день являясь одной из самых необычных гонок за всю историю Формулы 1. Ну что ж, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. А также не забудьте поддержать ролик лайком. Отдельное спасибо донатерам! Напоминаю, что если вы хотите поддержать проект финансово, то можете это сделать, перейдя по ссылке в закрепленном комментарии или нажать на кнопку «Спонсировать» прямо на ютубе. Ну а на сегодня на этом все. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok